Теперь ясно в городе Одинцово появился еще один талантливый человек, не побоявшийся заявить об этом миру открыто и искренне. Фируз Файзулаев родился в Ташкенте в семье писателя Саяра Файзулаева и поэтессы Гульчихры Джураевой. Воспитанный в узбекской культуре, Фируз стремился постичь и культуру европейскую, закончил актерский факультет, дебютировал в фильме «Волки», потом были роли в картинах «Потомок», «Очарованный тобой», «Наследница», «Ресторанная любовь» и других. Пишет стихи, трепетно хранит семейные реликвии, предметы узбекской национальной культуры и быта. И, по примеру, своего брата, профессионального художника, у которого многому научился, пишет маслом, создает картины в смешанной технике исключительно под влиянием своих эмоций и велению души. Идеей и поводом данной выставки послужила созданная Фирузом работа «Восточная женщина». В абстрактной манере мы видим женский силуэт, как бы сотканный из кусков тканей, шелка, хлопка в традиционной узбекской расцветке, дополненные смелыми мазками масляной краски. Идея архаична, женщина стремится к нарядам, и автор одевает ее в изысканные одежды. Продолжают тему работы, посвященные восточным купальщицам. Рядом сюзанная тончайшей работы, сделанная руками женщины, посуда, сундуки, хлеб – все, что хранит хозяйка у семейного очага, предметы из коллекции автора. Для меня женщина – это муза в моей работе, в моей жизни. И всегда помогает рядом вот эта теплота женщины во всем, чем бы я ни занимался. Автор искусно выражает свои эмоции в цвете. Это полыхающие краски заката, сочные гранаты, как символ благополучия, колористически напряженные врата рая, выплеснутая на полотно эйфория, собрание хранящих вечность кувшинов. Или изобилующее древними куполами отражение истории, гимн древности своей родины, где и силуэт женщины, и молящийся, и небо Востока. Наверное, Фирус сделал вот такое вот свое представление старого города, где вот эти купола, значит. Потом вообще сам город, он вечером такой, а днем он может быть совсем другим. Ну, сами видите, насколько это красиво. Атмосфера открытия выставки оказалась сагретой теплом друзей, приехавших специально из Ташкента, других городов. Ильдар преподнос сюрприз, прилетев из Екатеринбурга. Купил билеты за две недели пораньше, подготовился, пришел. И я очень рад, что сегодня вот такая атмосфера душевная. Внимание гостей привлекли работы, направленные на философское осмысление мира. Так споры и дискуссии вызвали полотна размышления. Снегопад в Нью-Йорке, собака. И это так здорово, потому что в Москве эти его работы смотрятся вообще удивительным образом. Восток, ярко, все сочно и так далее. И очень талантливый художник, не профессиональный, но со своей внутренней культурой, со своим внутренним вот каким-то таким вкусом. Я думаю, что его работы, они настолько необычные и интересные. И именно ценность его работ в том, что вот как бы это изнутри, от души, оттуда. Я не знаю как, но это вообще здорово. Выставка «Восточная женщина» в арт-галерее Ирины Долининой продлится до 5 октября. Адрес улица Чикина, дом 1А. Вход свободный. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.